Я разок в Питер лекцию приехал читать. Меня как повезли муж, женой, супруги. Говорит, Олег Геннадьевич, знаете, у нас такая интересная история. Вот у нас своя фирма, и как бы к нам пришли проверяющие, говорят, мы хотим вашу фирму себе взять. Если не отдадите, мы вас засудим, будете в Тюрьмисе. Ну, и они как бы, они лекции мои слушали, начали молиться. Ну, думают, ну, какая разница. Надо проэкспериментировать. Не, решили не отдавать. Начались проверки, там, испытания всякие, результат. Постепенно они в молитве все сильнее чувствовали, сильнее. Хотя у них не было никаких повлияний, возможно, на этих людей. Все сильнее начали чувствовать, слушайте внимательно, это ваше жизнь, я про вашу жизнь сейчас говорю. Сильнее и сильнее начали себя чувствовать, и потом в какой-то момент они поняли, что те с ними ничего не смогут сделать. То есть сравнялась их сила аскезы с силой судьбы, потому что через них действовала судьба. Не люди действовали, а судьба действовала. А потом дальше что получилось? Они стали сильнее судьбы. И в этот момент этим людям надо было отступить. Почему? Потому что они уже не обладают силой влияния на этих людей. Судьба отступила. Но они отступить не захотели, в результате кто сел в тюрьму? Те, кто это делали. Понимаете? Не хочешь отступать, когда судьба закончилась. Злые дела хочешь продолжать делать? Будь разложен. Потому что злые дела нужны только для того, чтобы укрепить веру в человека, в Бога. А если ты не хочешь укреплять, значит, твои проблемы. Те делают злые дела, думаешь, все, ничего не сделаешь. Проклятие, злые силы. Это испытание. Испытание каждый человек может побеждать. И должен побеждать. И будет побеждать. Обязательно. Обязательно. Но если человек вот просто там шепчет, что-то заговаривает. Понимаете, у него есть такая надежда, что вы в это поверите. Знаете, есть еще один хороший пример. Группа людей исследовала вот эти бесконтактные боевые искусства. Бесконтактные боевые искусства. Они действительно существовали в древности. Но интересный момент. Есть много тренировок вот этих бесконтактных боевых искусств. У них все получается. То есть они берут там, удары наносят просто бесконтактно. Люди падают, теряют сознание там. Какие-то повреждения у них возникают вот эти удары. И все это основывается только, знаете, на чем? На том, что эти люди, которые вот так вот все происходят, верят этим мастерам. Вот и все. Потому что взяли просто этого мастера и поставили просто с человеком, который занимается контактным боевым искусством. Вроде бы ниже уровень, да? Но он не верит этому человеку. Хотя тут действительно может энергетический удар наносить. Но для того, чтобы его нести, нужно сначала войти в зону веры человеку. Понимаете? А если человек не верит, то как ты ему энергетический удар нанесешь? Ну взял ему просто, избил его и все. Причем долго не бил, пару ударов дал и сделал. И ученики все стояли, смотрели. Знаете, ученики этого мастера стояли. И он при них прямо в морду напил и все, и пошел. Долго даже не стал пить. И тот таким беспомощным стал, таким несчастным. Еще вот так вот закрылся. Смешно смотрел. Этот пример указывает вот на эти все вот вещи. Все эти внушения. Злые силы, все это означает просто, надо верить в Бога. Бывают очень сильные ситуации, бывают очень сильные. Понимаете, еще раз повторяю, что злые силы действительно бывают силами. Я знаю одну историю, она произошла где-то около 300 лет назад. Один святой человек, он в его деревне, где он жил, поселился в дереве злой дух. Этот злой дух начал командовать всеми людьми в деревне. Ему там подношения приносили, там люди боялись его и так далее. Он действительно был дал силы, влияние на людей. Вот какая сила была. И если его не слушали, то он свои злые дела делал с ними и с их жизнью. Этот святой человек пришел, сел, начал читать священное писание под этим деревом. В результате, через несколько дней, там 5-6 дней, дерево раскололось и со свистом этот злой дух вылетел оттуда и все, и закончилось его копье. И этот же святой человек еще проучил одного злого человека. Этот злой человек накопил аскезы большие. У него были аскезы. Иногда люди свои аскезы могут энергию мыслей как бы копить в волосах, потому что волосы связаны с мыслями. Бывают такие сильные мысли, что ты можешь заставить свои мысли подчиниться себе человеку, но никто не может заставить подчиниться себе, если ты связан с Богом. И этот человек противопоставил себя этому мошеннику, тот ему начал трудности создавать в жизни, даже болезни ему послал. Я говорю про сильных людей, понимаете, я говорю про тех, что иногда бывают такие люди, в основном все, что вы думаете, это просто вообще ерунда, но такие люди иногда бывают, но очень редко. Он послал этому святому человеку болезни даже, тот просто начал молиться, и результат этого мошенника посадили в тюрьму, а чтобы он силы свои потерял, он разгадал, что сила его в волосах взяла, он волосы отрезал, подошелся. В тюрьму пришел к нему и волосы ему отрезали, его все боялись, даже солдаты боялись, к нему подходили вот эти вот надзиратели, ну что один в нем, огромное, если он пришел, ему волосы отрезали, сила закончилась. И тот сам умеет просто от страдания, от того, что он потерял силу. Такой результат злобы. Но понимаете, вот таких людей, которых я вам рассказываю, таких злых духов, почти сейчас нету. Почему? Потому что люди все слабые. Мы же говорим о сильных людей. Человек водку пьет, допустим, там, гуляет, и он решил кого-то сглазить. Я тебя проклинаю. Ну, чтобы проклинать, нам силы уметь, понимаете? Силу благочестия, чтобы кого-то проклять, нам нужен силу благочестия. У тебя никакой силы нет, ты это, злобак. Кого ты проклянешь? Я тебя прокляну. Господи, проклятый. Нет сейчас таких почти людей. А если и есть, это наша судьба. Если действительно такой человек попадает с могуществами, влиятельными, которые тебе злые дела делают, прими это как свою судьбу. Это значит, молись, работай над собой. Судьба плохая закончится, его сила тоже закончится. Все. Понимаете? То есть есть такие люди. Бывает, что нам злые, злые дела делают, но это надо принимать как судьбу. Не надо думать, что этот человек, от него зависит вся моя жизнь. Он испортил мне все существование. И этот человек теперь никогда мне не даст жить нормально. Я все, моя жизнь проклята, я уничтожен. Это неправильное мышление. Это вера в злые силы. В злых духах, как называется, вера. А верить надо в Бога. Означает, что ты молишься Ему, все эти препятствия уничтожаются. И так оно и есть. Это правда. Поэтому в сражении тоже побеждает тот, кто больше верит в победу. Победа – это энергия Бога.